Методы естествознания неприменимы к сфере чудес. И проблема здесь отнюдь не с чудесами, как пытаются внушить нам это материалисты, а с ограниченностью научного метода как такового. Чудеса по определению уже произошедшие единичные события. Естественно, научные же исследования имеют дело с повторяющимися явлениями, наблюдаемыми в настоящее время. Означает ли это, что мы в принципе не можем изучать чудеса? Вовсе нет. Просто одиночными событиями прошлого занимаются другие науки, в частности, сходные по своему методу криминалистика и история. Они принимают во внимание вещественные доказательства, артефакты, свидетельства очевидцев, письменные источники и т.п. Каким, к примеру, экспериментом или измерением мы можем установить, кто победил в битве под Ватерлоу, Наполеон, Великтон или Блюкер? Но это вовсе не значит, что мы не можем иметь достоверных сведений о поразительном исходе этого эпохального сражения. Точно так же мы не можем экспериментально подтвердить или опровергнуть факт воскресения Иисуса из мертвых. Но проблема, опять же, не с самим фактом, а с рамками применимости методов естествознания. Это единичное событие прошлого, и для его изучения необходимо обратиться к историческому исследованию. Так что не стоит, скажем, пытаться доказывать или опровергать с позиции естествознания достоверность текста. «Иисус воззвал Господу в тот день, который предал Господь Амарея в руки Израиля, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были перед лицом сынов Израилев, и сказал перед израильтянами «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Айолонской». И остановилось солнце. И луна стояла, доколе народ мстил врагам своим». Книга Иисуса Навина, 10 глава, 12-13 стих. Ведь сказано же «И не было такого дня ни прежде, ни после того». Но и считать это утверждение безосновательным тоже не стоит. Отзвуки этого события мы находим во множестве источников, как фольклорных, так и письменных, начиная с Геродота. Поясняется, что у множества народов, населявших Евразию, существует предание о неимоверно долгом дне, в то время как на американском континенте и в Западной Африке все источники упоминают исключительно долгую ночь. Таким образом, речь идет о реальном событии, при котором одна сторона Земли освещалась Солнцем, вторая же пребывала в тени. Более точно установить положение рассветной границы удалось с открытием британского антрополога Джеймса Фрейзера. У горных племен восточного Фиджи он обнаружил ритуал, связанный с преданием о том, как Солнце долго не заходило за горизонт, но соответствует времени около 9 часов утра на Ближнем Востоке и подтверждается восточно-африканским преданием о Солнце, отказавшемся взойти. Сопоставление же календарных систем разных народов позволяет датировать это явление периодом 8-15 мая 1448 года до Рождества Христова. Редактор субтитров А.Семкин